Доброе утро! Меня зовут Юлиан Макаров, и я с огромным удовольствием приветствую в главной роли Веру Кузьминичну Васильеву. Доброе утро, Вера Кузьминична. Я искренне благодарен вам за то, что вы пришли. Для меня это огромная честь и удовольствие общаться с вами. Спасибо. Все прекрасно знают о том, что жены декабристов последовали в Сибирь за своими мужьями. Многие слышали о том, что они провели там долгие десятилетия в условиях, очень отличных от того, что происходило в светском Санкт-Петербурге. Но не все знают, что вернувшие спустя десятилетия жены, постаревшие, но изумительно сохранившие себя, никто никогда из людей, не покидавших Петербург, не видели, чтобы кто-то сморкался, вернувшись из Сибири, или вытирал шумно рукавом нос. Все, что было заложено в детстве, это воспитание, все это осталось. И вот, глядя на вас, у меня ощущение, что вся ваша жизнь – это тоже самовоспитание. Я не могу похвастаться, что моя семья была такой, которая бы мне прививала такие навыки культуры, потому что это были очень простые люди, но они были очень хорошие и очень нравственные. Так что вот какое-то нравственное начало у меня сохранилось от родителей, и от бабушки, и от дедушки. А вот то, что называется, ну, как бы манерой или тонкостью восприятия – это все пошло от театра. От театра, потому что я увидела таких божественных людей, каких я не видела в жизни. И я считала, что, в общем, человек должен стремиться к этому идеалу. Будь то, допустим, там я смотрю, Анна Каренина Тарасова. Хотя сейчас ее могут как актрису осуждать, но я видела чувства. И это красивая женщина, красиво чувствующая, красиво страдающая. Также Бабанова в Тане была божественной, Зеркалова была божественной, Алиса Колнен. И вот когда смотришь на таких актрис, то понимаешь, что есть красота. Есть красота чувства, красота страдания, красота просто даже бытовой жизни. Вы сказали о театре, но для многих театр – это все-таки место, где, ой, как часто страсти кипят не столько на сцене, сколько за кулисами. И актрисы, есть такое слово, меня съели, понимаете? Да, конечно. Вот у меня ощущение, что эта закулисная и крайне неприглядная сторона, без которой, к сожалению, очень многие творческие организмы не обходятся, она не задела вас. Во-первых, спасибо за такое ощущение от меня, но, в общем-то, все это правильно. Потому что у меня такое иногда чувство, театр-то я люблю, а вот мир такой бытовой, что ли, или психологический мир театра, он иногда бывает не очень добр, жесток, неожиданен по своему предательству. Вот это было далеко от меня. Так вот, научите нас, как этому противостоять. К вам подходит актриса, она говорит, ты знаешь, мы сейчас вот будем тут, говоря нынешним языком, мочить вот эту. Ну, такого не может быть. Вы знаете, ко мне даже не подойдут с таким разговором. И не было, даже когда вы были маленькой девочкой. Нет, нет, нет. Ну, мне иногда там говорили такие вещи, что, Вера, ну, ты понимаешь, что этот спектакль сняли, потому что это не нравится такой-то актрисе, она может действовать на нашего, допустим, главного режиссера. Ну, я могла бы только попечалиться по этому поводу, что так получается, но не более того. Ну, не могу сказать, что я там продолжала любить такую актрису. Я просто от нее улетала далеко. Значит, эта профессия подразумевает, безусловно, и, наверное, вам это хорошо известно, такое слово, как терпение. Обязательно. А надо терпеть? Или может быть... Знаете, каждый по-своему, я по-другому не умею. Может быть, даже и не надо. Может быть... Но меня судьба охраняла. У меня такое чувство, что если бы я изменила своей натуре, то моя жизнь была бы значительно хуже. То есть я бы вроде как старалась бы, чего-то отвоевывала, но мне кажется, она бы мне и подсовывала бы и неприятности. А вот когда я как-то жизнь воспринимаю так, во-первых, что-то хорошее обязательно было. И для себя я так говорю, ведь это же было неожиданно, не я это сделала, это мне судьба послала. Ну и спасибо за это, и не вечно же требовать от судьбы, чтобы было только хорошо. Потерпеть. Ну, безусловно, конечно. У вас были такие подарки судьбы, в виде замечательных фильмов, работы с мастерами, с такими, как Пырьев. Да, конечно. Фильм сам любим, был народом. И потом, главное, что потом эта любовь, она, в общем, меня всегда спасала. Допустим, получая неинтересные роли, я всегда так начинала думать, а может, я другого и не могу. А любовь зрителей, она поддерживала, и тогда я начинала думать, нет, я еще не все сыграла, еще не все сказала. Раз меня почему-то полюбили, значит, почему-то это произошло. А для вас школа переживания родная, да? Да, конечно. Значит, любая роль, которую вы получали, будь то Розина, будь то Кручинина, будь то... Ну, может, список очень долго продолжать, слава тебе, Господи. Вы все равно старались, чтобы вы стали этой героиней, да? Да, да, да. И эта школа Станиславского. Вы знаете, я по правде... Или вы не задумывались? Я не задумывалась, да. Я вообще очень не теоретический человек. Я никогда не... Ну, как-то я не могу сказать, вот мой метод такой, я даже не знаю, что это такое, понимаете? У меня все время впечатление, что я вот та самая девочка, которая попала к Пырьеву, и всей душой отдалась ему в руки и роли. И так получается, что когда у меня хорошая роль, то я всей душой отдаюсь роли и режиссеру, который... Значит, слезы, если возникают, они искренние, пусть даже это в 700-й раз. Конечно, конечно. Причем даже когда чем больше играешь, тем легче чувствовать. Чувства не устают, потому что как-то становится все очень родным. И, в общем, это не усилие, а уже само естество. Когда я говорил о терпении, я думал, что, может быть, вы скажете, что был момент, когда я все-таки стукнула кулаком по столу и сказала, ну, сколько же можно. Я, между прочим, читал, что как-то Валентин Иванович Кафт вам дал совет о том, что нельзя ждать, нужно что-то найти, нужно предложить что-то. Ну, да, иногда и такие. Но дело в том, что ведь предлагая, это не значит, что это борьба. Это просьба, это предложение. У меня борьбы никогда не было ни за что. А у Получика было такое принято вообще? Актриса могла к нему прийти и предложить себя в какой-то пьесе? Насчет принято, это уже дело такое индивидуальное. Думаю, что это вообще-то безнадежно о чем-либо просить. Один раз я попросила, и, в общем, получила такой довольно странный для взрослого человека отказ. Это не со священными чудовищами? Нет, это с Вишневым садом. Танечка Васильева ушла из театра, он очень любил ее, и поэтому, наверное, не видел никого, кроме нее, в этой роли. И когда я пришла, я говорю, я так хотела бы сыграть эту роль. Он, ну, Вера, и Оля Аросева хочет сыграть, и Нина Архипова. Нет, я дам лучше молодой артистке. И дал Раич Кетушу. Ну, что-то, и слава богу, вы сыграли, это пусть не в Москве, но... Да, я сыграла, я очень рада, и мне безумно нравился спектакль у Веры Ефремовой. Я даже уверена, что если бы за границу повезли бы 5-6 спектаклей Вишневого сада, то Ефремовский воспринимался бы как самый точный русский, дворянский или того времени чеховский спектакль. Это уникальный случай, когда столичная актриса уезжает в провинцию и играет, пусть в прекрасном составе, пусть в замечательных театрах. Я такого, честно говоря, не слыхал. Да вообще это нечасто. Нечасто. Часто бывает такое, что люди гастролируют со своей ролью. Приезжают, подделывают там какие-то мизансцены, а я действительно прошла весь репетиционный период и безумно любила приезжать. Но также у меня было и безвиновиноватой в Орле, потому что я мечтала об этих ролях, и я счастлива, что... Это тоже была, извините, я перебиваю, это тоже была ваша просьба, да, ваше обращение или режиссер к вам? Нет, это уже режиссер. Да и Ефремова мне тоже предложила. Но разговаривая с ней случайно, я говорила о том, что я работаю в таком театре, где я, конечно, никогда не сыграю ни Раневскую, ни Кручинину. А у неё в это время ушла актриса, играющая эту роль. И она так на меня посмотрела и сказала, Верочка, а вы не хотите попробовать у меня? Я говорю, я бы мечтала, но это страшно. Я верю, давайте. И вот как-то я стала ездить, и в общем я счастлива, что я сыграла эти две роли, они для меня. Но мне кажется, что я выполнила свой долг перед своей мечтой. Есть какие-то ваши актёрские разминочки, какие-то маленькие, может быть, зарядочки перед спектаклем, которые вам помогают собраться, которые помогают настроить этот инструмент, на котором вы играете, как Гамлетт говорил, плейту эту? Да. В общем, если, например, Фигаро я играла, то у меня настрой начинался с того, как я одевала костюм. Мне он так нравился, и я так... Это Зайцевский, по-моему. Да, Зайцевский. И я так всегда стояла около зеркала и думала, ой, как мило, ой, какое декольте. И вот как-то я как-то постепенно... Впархивали в это роман. И музыка, всё. И процесс работы был божественный совершенно. Влюблённый, смешный. А если это спектакль, я не знаю, «Восемнадцатый верблюд». Прелестный спектакль, озорной. Я всегда думаю, сейчас пойду Юрочку увижу Васильева, он такой был симпатяга. Мои дивные партнёрши с Зиной Матросовой. И потом Женя Каменькович, пьеса... Это режиссёр спектакля. Он сам был очень молодой, мальчишстый. И всё то, как он подсказывал, это было как игра какая-то. Как Ваше утро начинается? Утро? Утро начинается простенько. Я варю кашу для моего мужа геркулесовую. Кормлю кота. Проверяю всё, что он сделал. Если он что-нибудь сделал. Вот. Потом мы завтракаем. А дальше уже, если есть работа, я с наслаждением бегу. Если нет работы, то, по-моему, я ничего не успеваю сделать. Но Вы себе говорите о том, что нужна умеренность. Хочется съесть там лишний пирожок, условно говоря. Да, да, говорю. Нет, нельзя. Да, говорю. Говорите? Потому что, Вы знаете, я очень люблю свои роли. Очень люблю зрителей. И я очень понимаю, просто сама находясь иногда в зрительном зале, когда я вижу любимую актрису, и если она осела, я так думаю, Боже мой, какая она была. Да, потому что очень иногда даже лицо не так страшно меняется издали. Его можно загримировать, можно иметь хороший парик. А вот походка и осанка, она очень действует морально, лично на меня тяжело. Не расслабиться, одним словом. Да, да, в этом смысле я всё-таки стараюсь. Но это прекрасно. Всё равно прекрасно. Это прекрасная пытка, если можно сказать. Да, да, я считаю, пытка ради любви, потому что, а кто ради любви не жертвует многим? Был период достаточно сложный в Вашей жизни, когда в Театре Сатиры было не так много ролей, как Вам бы хотелось, и Вы ездили вот с этими спектаклями, о которых мы говорили чуть раньше. И Вы написали книгу, да? Да. Продолжение... Души. Души. Да. Не в смысле души. Да, да, души в сердце, да, духа. Она есть? Есть. И даже мне сейчас предложили от издательства «Багриус» сделать третье издание этой книжечки. Я думаю, что я на это рискну, потому что я делала второе издание к 75-летию, и я даже думала, что у меня ничего интересного после 75-ти не будет. И вдруг оказалось, что у меня появились какие-то очень хорошие роли, и я думаю, что о них надо написать. И потом есть некоторые... Мне иногда кажется, что моя книжка может быть излишне благостна, а вот в теперешнее время оно какое-то вносит какое-то смятение в душу, и мне хочется об этом тоже написать, потому что бы не думали, что я такой ангел, сошедший на землю и ничего не видящий. Я вижу, я иногда страдаю, и я не могу многого понять. Вам огромное спасибо и низкие поклоны от меня и от всех зрителей, которым, я надеюсь, огромное наслаждение видеть вас. Спасибо. Спасибо, я рада была поговорить с вами. Народная артистка СССР сегодня была у нас в гостях Вера Кузьмишина Васильева. Всего доброго, спасибо.